Красный бархат. Этот десерт знают и любят многие. Но мне кажется, не все умеют его готовить. Я предлагаю сегодня это исправить. Ммм, невероятно вкусно, но кажется, чего-то не хватает. Да, именно этот чай подойдет красному бархату и не только. Натуральный крупно-листовой чай с кусочками клубники. Что может быть лучше? Теперь это то, что нужно. Чай лаваре – это качество, вкус и огромный выбор чая на все случаи жизни. Ну что, пойдем готовить? Приготовим бисквит. Для него нам понадобится 100 г яйца, 170 г сахара, 150 г кефира, жирность от 2 до 4%, 70 г сливочного масла, 3 г разрыхлителя, 3 г пищевой соды, 5 г какао-порошка, 200 г муки и краситель клубника и малина. Фух! Это как держит эта маленькая голова столько ингредиентов. Я все это запомнила. Можно воспользоваться комбайном, а можно, в принципе, ручным миксером, но лучше, конечно, работать с комбайном. Яйца. Средний вес одного яйца – 50 г. Если у вас написано 100 г, то это приблизительно 2 яйца. Но вообще, я под видео вам прописала пограммовку без весов, уже в стаканах, в ложках, в чашках. Обратите на это внимание. Сахар сюда же. Краситель. По поводу красителя у красного бархата, у этого бисквита часто вообще спрашивают, можно ли заменить сухие или жидкие красители на натуральные, допустим, сок свеклы или что-нибудь такое. Я не рекомендую вам это делать, потому что при термической обработке тот же сок свеклы, он теряет свой цвет и становится таким грязным и некрасимым. Так, красители. Красители у нас бывают водорастворимые, бывают жирорастворимые. Здесь у нас яйца, белок – это вода. Поэтому нам понадобится водорастворимый краситель. Водорастворимые красители бывают в порошке и бывают жидкие. Я использую в порошке, в принципе, тот производитель, которому вы доверяете, эти красители вы и используете. Вообще красный цвет, он бывает... Он бывает разным. Я хочу донести то, что красный, бывает оттенок более теплый, это как клубника, представили себе, да, клубнику. И бывает холодный цвет малина. Я предпочитаю смешивать эти два оттенка. То есть у меня будет две части клубничного красителя. Два грамма я беру. И одна часть малинового красителя. Почему на глаз? Потому что я знаю, сколько это два грамма. Я свои красители хорошо знаю. Иногда берешь краситель, прокупаешь, и тебе нужно отправить целую там столовую ложку красителя, 5-10 граммов, чтобы получить нужный цвет. Поэтому вы должны протестировать свой краситель и понять, сколько же вам его понадобится. И малина. Повторю еще раз. Две части клубники, то есть 2 грамма, и одна часть малинового красителя. Яйца, сахар и краситель взбиваем до максимально устойчивой пены около 5-7 минут. Обязательно подчищайте стеночки, чтобы там не было кусочков красителя. Если у вас гелевый краситель, жидкий, то вы добавляете на этом же этапе, на этапе взбивания яиц с сахаром. Так, и пока у меня будут взбиваться яйца, я растоплю в микроволновке сливочное масло. Включаем духовку на 165 градусов. Режим либо одна конвекция, или же низ и конвекция. Отлично. Яйца хорошо взбились. Миска. Сюда отправляю муку. Ляп. Разрыхлитель, соду и какао. Для чего мы добавляем какао? Вообще, обратите внимание, какой у нас получается цвет. Причем, сколько бы красителя мы не добавляли, хотя, ну, если целую пачку добавить, то он будет интенсивнее и темнее. Он довольно-таки какой-то очень искусственный, да? Не хватает в нем какой-то сочности, глубины. Для того, чтобы была глубина цвета, интенсивность и такая вот визуально-натуральность, добавляется небольшое количество какао. 5 граммов именно какао даст нам вот тот необходимый результат. Я вот сейчас несколько минут хочу потратить на то, чтобы вы часто вообще спрашиваете в комментариях. Спасибо вам огромное. И спрашивайте, давайте обсуждать и общаться. Так вот, один из основных вопросов насчет какао. Как выбирать какао? Какао алкализированное, не алкализированное, жирность какао. Я сейчас вам покажу два какао. Одно я купила в магазине, просто в обычном супермаркете. Второе какао я покупала в специализированном магазине. Это французский, по-моему, французский производитель. Вот этот вариант был куплен в магазине. Это не алкализированное какао явно, потому что цвет очень тусклый. И запах такой есть, вроде бы немножко что-то шоколадом отдает, но интенсивности цвета и аромата все-таки нет. Жирность не указана на упаковке была. И вот это какао, которое явно алкализированное, интенсивный цвет, ну и плюс на упаковке это указано. Жирность здесь указана 20%. Я вообще рекомендую вам использовать алкализированное какао жирностью от 20 до 24%. Еще по поводу алкализации вообще, что она нам дает. Алкализация какао убирает излишнюю горечь. Какао приобретает насыщенный цвет, аромат и вкус. Алкализированное какао лучше растворяется в жидкости и не образует осадка. И последний очень важный для нас момент. Алкализированное какао при термической обработке, то есть попав бисквит в духовку, не потеряет цвет, аромат и вкус. Если мы сюда отправим вот такой вариант какао, то можно этого даже не делать. Цвет практически не изменится. Поэтому выбирайте темный цвет с красноватым оттенком какао. И как я уже неоднократно повторяю практически в каждом своем видео, что какао хоть и выглядит как сухой ингредиент, является на самом деле жирным, мокрым ингредиентом. Поэтому комкуется. Вы берите, пожалуйста, сито и просеивайте обязательно какао через сито, чтобы не было комочков. Духовка меня зовет. Это не телефон ничей. Я проконтролировала. Это духовка. Пи-пи-пи. Сейчас иду. Оп. Какао через сито. Ммм, какой красивый. Красный цвет глазури на таком какао. Отлично. Получаются. И бисквиты. Так. Есть. У нас, в принципе, все готово для того, чтобы объединить, отправить форму и выпекать бисквит. Сливочное масло. Оно еще теплое. Отлично. Кефир. Комнатной температуры. И яйца, кстати, которые мы взбивали, они тоже были комнатной температуры. Интенсивно не перемешивайте. Буквально вот так несколько оборотов. Хоть у нас здесь есть и разрыхлитель, и сода, но мы все равно стараемся вот ту воздушность, которую мы получили, стараемся ее сохранить. И сито, мука, разрыхлитель, сода и какао. Все здесь. Осторожно, деликатно вымешиваем. Кстати, вы видите, как работает в данном случае какао, да? То есть какой у нас был цвет не интенсивный, не глубокий. И вот что мы получили. Такой прям клубничный. Наш красный бархат будет диаметром 16 см. Поэтому бисквит мы выпекаем в форме круглой. Диаметр 16 см. Противень. Кольцо. Вы часто меня спрашиваете, как сделать из 16 диаметр 20, 22, 24. Я вас все время отправляю искать формулы где-то в интернете. В этот раз сделаем проще. Я прописала уже под видео расчет на форму 20 и 24 см. Пожалуйста. Если кто-то сказал мне спасибо. Спасибо. Вы называете женам? Вот не допросишься. Спасибо, не допросишься. А вообще нет. Спасибо вам огромное. Куча приятных, добрых комментариев. Это вдохновляет. На самом деле, когда ощущаешь обратную связь, чувствуешь такое вот, что все это не зря, не зря эти проработки, все не зря эти нюансы. Кстати, у меня по бисквиту сейчас будет такой вообще секрет. Так, на дно формы я уложила вот так фольгу, обернула, чтобы ничего нигде не подтекало. Отправляю бисквит, тесто в форму. Теперь обещанный секрет. По поводу этого бисквита он часто трескается сверху или подымается, но где-то все-таки не очень ровно. То нужно сделать, чтобы он был идеально ровным. Пергамент. Я прям почувствовала себя, знаешь, какая-то тахалай-махалай, трав, кибидок, кибидок. Сейчас покажу противенечек или досочка, что-то такое. Только чтобы выдержало в духовке, чтобы не расплавилось у вас. Там вот у меня такой противень есть. И есть еще. Раньше у меня был кирпич, обмотанный фольгой. Теперь я разжилась и купила себе чугунную сковородку. Вот. Чтобы придавить, не дать этому бисквиту поднять противень вот этот. Отправляю противень в духовку, накрываю чугунной сковородкой или каким-нибудь брузом и оставляю выпекаться на 40 минут. Этого будет достаточно. 40 минут уже пролетели, бисквит готов. Достаем. Будьте внимательны. Я сто раз обжигалась, чугунная сковорода очень горячая. Поэтому убираем сначала сковородку и достаем противень. Хочу показать вам, что у нас получилось. Это снимаем. И, как вы видите, получаем идеально ровный бисквит. Те, кто сталкивался с проблемой взрывающегося неровного бисквита, сейчас меня поймут. Очень важный момент, противень, пергамент, все это нужно снять, пока бисквит горячий. Он должен полностью охладиться. Потом обернем его пищевой пленкой и уберем на ночь в холодильник. Это все делается для того, чтобы влага распределилась равномерно, потому что сверху и края у нас могут быть более плотными, такая корочка, а внутри, будь здоров. Ну так бывает, они, бывает, чихают еще. Так вот, как корочкой, вот так и внутренняя часть мякиш были равномерно влажными, нежными и мягкими. В классическом варианте красного бархата, как многие из вас уже знают, наверняка, есть красный бисквит, который не нуждается в пропитке, потому что он довольно-таки плотный, сочный. Если так можно сказать о бисквите, влажный. И крем-чиз на основе крем-сыра. Ну вот, собственно говоря, и все. Как по мне, очень скучно. Поэтому я решила добавить такую... Отсебятину. В общем, добавим клубничный слой. Я уверяю вас, будет вот так вот. Клубника, она может быть замороженной, может быть свежей. Вам необходимо ее перебить блендером до состояния пюре. У клубники довольно-таки мягкая косточка, поэтому мешать она нам не будет. Я через сито пюре это не пропускаю. Итак, клубничное пюре. Оно у меня холодное сейчас. Если клубника была замороженная, вы можете разморозить ее через микроволновку, пробить блендером и получите такое же клубничное пюре. Соединяем сахар с крахмалом. Сахар регулируйте самостоятельно. У меня клубничка кисленькая, поэтому сахара я добавляю 50 граммов. Если клубника сладкая, в принципе, и 30 граммов будет достаточно. Это перемешиваем. По лимонному фрешу такой нюанс. Она сказала, что клубника кислая и берет туда. Добавляют еще лимонный фреш. Что с ней? Дело в том, что клубника единственная ягода, которая при термической обработке будет терять свой цвет. Станет не очень уже красненькой. А кислота, в данном случае лимонный сок, поможет нам сохранить этот самый клубничный цвет. Поэтому и сахар, и лимонный фреш, все сюда. Перемешиваем. Если нет лимонного фреша, немножечко лимонной кислоты, совсем чуть-чуть на кончике ножа, тоже восстановят вам цвет. Вам. Клубники вашей цвет восстановят. Есть. Пока заваривать не буду, хочу еще один ингредиент, обратить ваше внимание на него. Это желатин. Я добавляю к крахмалу, еще дополнительно крахмал даст нам свою плотность, но желатин будет хорошо держать форму мармелада. Желатин 200 блум, сила геля. Вода холодная или комнатной температуры. Одна часть желатина и пять частей воды. Перемешали. Сейчас отставим в сторону минут на 10-15, пока будем заваривать клубнику с крахмалом. Отставляем в сторону. Огонь небольшой, средний. И постоянно помешивайте, чтобы клубничное пюре не стало комковаться. Все, отлично, крахмал заварился. Снимаю с огня. Желатин, замоченный на бух. Мы можем отправить желатиновую массу в теплое клубничное пюре с крахмалом, сахаром, лимонным фрешем. Напоминаю, для тех, кто забыл, чем мы тут занимаемся. Перемешали. Есть. Наш торт диаметр 16 сантиметров, как вы помните. Начинка клубничная на 2 сантиметра меньше. 14 сантиметров. Предлагаю сделать 2 слоя клубники. Колечки диаметр 14 сантиметров. Затягиваем пищевой пленкой. Будем в них заливать клубничную начинку. Эту начинку можно, если вы планируете ее замораживать, ну, мало ли, ее тогда лучше сделать на пектине наш. Затягиваем дно пищевой пленочкой. Оп, вот так. Если пленка не хочет липнуть в форме, можно смочить форму немножечко влажной тряпкой, и тогда лучше будет все держаться. Ацетатная пленка, бордюрная лента. Она сюда же, чтобы легче потом было достать из формы начинку. Здесь у нас погромовка по 150 граммов на каждый слой. Да, глаз набит и наметан. Я уже не взвешиваю. Отправляем нашу начинку в холодильник. Конечно, можно оставить пока на столе на полчасика, чтобы она остыла, и потом на несколько часов в холодильник, чтобы желатин сработал. Бисквит уже готов. Клубничная начинка тоже. Приготовим крем. Для него нам понадобится 150 граммов маскарпоне, 250 граммов крем-сыра, 400 миллилитров сливок, жирность не менее 30% и 100 граммов сахарной пудры. Отправляем все ингредиенты сразу все в комбайн. Кстати, рецепт маскарпоне вы можете найти на моем YouTube-канале. Сливочки. И сахарная пудра. Сначала слабые обороты, чтобы не припудриться. И взбиваем до устойчивых пиков. Крем готов. Берем бисквит. Он у меня ночь полежал в холодильнике. Сейчас соберем наш бархат. Ровненький, красивый. Тонкий нож. Запускаем его между формой и бисквитом. И аккуратно проворачиваем. Вуаля. Идеален. Так, сам себя не похвалил. Иногда можно. Желаю вам, чтобы у вас получился такой же идеальный бисквит. Высота формы 6 см. Нам нужно 4 коржа. 3 коржа для сборки и 4 корж пойдет для декора. Делим сейчас вот этот бисквит на 4 равные части по 1,5 см. Отлично. Разве это не бархат? В кондитерский мешок нам понадобится 2 мешка и 1 насадка. Мы будем делать декор насадкой Санта-Норе. Отправляем 2 трети крема в мешок без насадки. Одну треть оставим для декора. Тарелку, на которой будем подавать торт. Срезаю носик мешка. Буквально диаметр здесь несколько сантиметров у меня. Выкладываем крем по спирали от центра к краю. Клубничная начинка. Если вы собираете без клубники, просто чередуйте бисквит-крем, бисквит-крем. Снова слой крема. Бисквит. Цвет красивый. Я очень люблю соединять в бархате и клубника цвет, и малина. Еще раз повторю. Бисквит можно закрывать. Можно оставлять такой обнаженный торт. У меня есть такой пластиковый скребок. С его помощью легче выровнять край. Таким образом поворачиваем тарелку и подравниваем край. Торт я выровняла. Салфеточкой вытерла вот здесь край тарелки. Берем кондитерский мешок, насадку сантонаре. Отправляем ее в мешок. Остаток крема в мешок. Крем пока оставляю в стороне. Возвращаясь к нашему четвертому коржу, мы сделаем из него крошку и задекорируем край бархата. Можно взять пергамент и сделать такую крошку. Вот такая у нас получилась крошка. Присыпаем этой крошкой край торта. Борт декорируем на контрасте с белым. Мне кажется, очень красиво. Мне очень нравится именно такой вариант декора. Он, наверное, самый, не наверное, а 100% самый простой и самый красивый. И тут начинается. Включается перфекционизм. Кто-нибудь еще долепить, доклить. И добавим еще немного крема насадкой сантонаре. Берем мешок. Держим насадку так, чтобы вот этот срез был сверху у вас. Нажимаем на мешок. Оп! В момент отсадки я не вожу никуда мешком. Я просто ставлю насадку, надавливаю. И вот у меня крем, он вылазит вперед. Просто многие начинают возить, водить этой насадочкой, а нужно просто, чтобы гребешочек этот подался вот так вперед. В центре оставляем углубление для ягод. А если зима и ягод у меня нет? Или замороженные? Замороженными ягодами мы не декорируем, потому что они потекут. Можно просто гребешочки вот эти делать подлиннее, практически останавливаясь в центре. И тогда вам понадобится всего лишь одна ягодка сверху. Клубника. Можно разрезать напополам. Убрать листочки. Декорируем клубникой. И немножко мяты. Наш бархат клубничный готов. Все легко, просто, быстро. Можно отправить его на пару часиков пропитаться, но в принципе, я такой существенной разницы не замечаю. Или мы режем кусочек и съедаем его сейчас, или ждем несколько часов. В принципе, ждать не обязательно. Уверена, вам понравился этот рецепт, и вы обязательно приготовите его дома. А больше рецептов вы найдете на моем сайте, в моих книгах, на моих мастер-классах и на YouTube-канале. Подписывайтесь на мой канал, комментируйтесь, делитесь впечатлениями, ощущениями, своими идеями. И давайте готовить вместе! Субтитры подогнал «Симон»